Всем привет и добро пожаловать обратно в криптовселенную. Сегодня мы поговорим о биткоине. Сомнительные спекуляции. Одна из вещей, о которых мы говорили в понедельник, была в том, что мы скорее всего увидим, как биткоин поднимется в пересечение 50-дневного простого и 200-дневного простого, также известное как крест смерти. Лично мне не нравится эта терминология, но это просто то, как называют это люди, когда 50-дневный пересекает сотый вниз. И в видео пару дней назад мы говорили очень много о том, как вот это будет важным уровнем сопротивления. И если биткоин сможет пробиться через него, сможет пробиться над 50-дневным, то ему нужно будет удержать его как поддержку. И опять же, в 2023 биткоин смог это сделать. Он поднялся к 50-му, и вы можете видеть, что он отвергся на самом деле на первой попытке. На второй попытке он пробился и поднялся к 200-му. Если вы вернетесь, скажем, к 2019-му, мы видели, как биткоин поднялся сильно выше 50-дневного, на самом деле. Он поднялся в него, и в момент появления пересечения смерти, биткоин поднялся еще выше и потом спустился вниз. И что интересно, это то, что когда у него был крест смерти, биткоин поднялся к этой линии тренда, которую он касался несколько раз. И я не знаю, сможет ли биткоин подняться так далеко так быстро. Это рынок, все возможно. Мы это знаем. Если вы были здесь достаточно долго, вы тоже это знаете. Но биткоин был там в конце июля, так что посмотрим. Пока что эта структура уменьшающихся минимумов и максимумов держится. В какой-то момент я ожидаю, что это изменится. Просто я не уверен, может ли это измениться до того, как Федрезерв поменяет направление. Может ли устойчиво все это измениться до более мягкой денежной политики. Я не знаю. Как я говорил в марте, это возможно. Я знаю, что это было непопулярное мнение, но это возможно, что рынок просто будет остывать весь остаток 2024. Когда рынки сходят с ума в такие дни, как вчера, сложно это предвидеть. Но мы можем просто отдалиться, когда вы отдаляетесь и смотрите на то, что происходило с марта. Биткоин просто медленно шел вниз. И я думаю, причина в том, что рынки требуют более мягкой денежной политики. Им нужно количественное смягчение, теоретически. Рынок просто ждет. Потому что мы на самом деле не знаем, когда это произойдет. Мы думаем, что знаем. Сентябрь выглядит как наиболее вероятный исход, но масштаб среза ставок не ясен. Пару недель назад рынок сказал бы вам, что 25 пунктов это наиболее вероятно. Сейчас предсказывают 50 пунктов. Но даже это отличалось пару дней назад. Пару дней назад было 75 процентов, что будет 50 пунктов. В какой-то момент, пару недель назад или неделю назад, рынок ожидал 125 пунктов до конца года. Сейчас сотня. Вы можете видеть, что ожидания всегда меняются, что также может влиять на рынок, на создание вот этой пилы, где он идет вверх и вниз. И мне кажется, это движение от одной крайности в другую, в зависимости от того, каковы ожидания. И многое из этого зависит от входящих макроданных, которые мы получаем почти каждую неделю. Ну и точно каждый месяц. Когда получаем данные по безработице. Этот паттерн, это что-то, что мы видели в прошлом цикле. И это то, что я думаю, это то, я думаю, почему я сравнил это с 2019. Мы видели что-то очень похожее тогда тоже. Это было брутуально. И послушайте, одна позитивная вещь в том, что уровень спада не такой плохой, как он был здесь. Это будет зависеть от соотношения сторон, которые вы используете, но если мы возьмем угол тренда вот здесь, вы увидите, что это примерно 40 градусов. А если возьмем вот отсюда, это всего примерно 20 градусов. Так что было гораздо больше волатильности вот здесь в 2019, чем вот здесь в 2024. Это имеет смысл, поскольку зреет класс активов, становится меньше волатильности и также меньше возвратов. Это важный аспект рынка. Просто так работает рынок. Я не контролирую это. У него просто снижающаяся волатильность. Но все это движение с марта было чем-то, о чем мы говорили много-много-много раз. Потому что тогда, в марте, доминация USDT прикоснулась к долгосрочной линии тренда и пробилась золото. Так что ожидание было в том, что вы можете получить среднесрочную вершину, пока не будет разворота Федерального резерва. Значительного. Мы увидим, продолжится ли это. Опять же, мы скорее всего получим средств ставок в сентябре. Так что держите это в уме в краткосроке. Я думаю, что уровень сопротивления, на котором сейчас биткоин, это уровень 50-го и 200-го. Если он сможет подняться над ним, то нужно, чтобы он удержал 50-дневный как поддержку. Помните, что в сентябре обычно есть некоторая негативное движение цены. Не означает, что каждый сентябрь красный, но в среднем это более слабый месяц. Если вы не знаете, о чем я говорю, если вы посмотрите на месячные возвраты для биткоина, в среднем два худших месяца это август и сентябрь, но сентябрь самый худший в среднем. Минус 6%. Но опять же, в прошлом году мы увидели зеленый месяц. Что смешно, потому что я выпустил видео и сказал, большинство сентябрей красные, не все, но большинство. И потом все сходили с ума из-за того, что он вырос на 4%. Кому какая разница? Это просто среднее движение, которое вы увидите. И это было счастливое число 7, 6 красных и, наконец, зеленый сентябрь. Посмотрим, какой будет 2024. Но будем двигаться потихоньку. Я думаю. И мое ожидание в том, что вот этот тренд продолжится, пока доминация биткоина не на 60%. Это моя мысль. Мы не пробиваемся отсюда ни в одном направлении. Ни вверх, ни вниз. Если Федрезерв далеко зашел. Если Федрезерв зашел недалеко и у нас будет мягкая посадка, то он, скорее всего, пробьется вверх. Если он зашел далеко, то, скорее всего, вниз. Но моя точка зрения в том, что мы, скорее всего, останемся в этой структуре. Более чем вероятно. Пока доминация биткоина не дойдет до 60%. И причина, по которой я это говорю, в том, что когда биткоин встречает эти обвалы к нижней линии тренда, у него есть вся эта ликвидность альткоинов, которую он может забрать, и рынки. Это функция ликвидности. И когда вы до сих пор видите, как пары альткоинов к биткоину на 0.38, и знаете, что исторически альткоины – это осцилляторы к биткоину. Есть вся вот эта ликвидность, которую теоретически биткоин может забрать. Это то, что произошло в прошлый раз, когда биткоин, наконец, если вы посмотрите на то, когда это закончилось, когда упали эти пары альткоинов к биткоину, это был сентябрь 2019-го. Если вы посмотрите на биткоин и посмотрите на эту линию тренда, посмотрите, где был сентябрь, вы увидите, что он был вот здесь. Биткоин был все еще в этом канале, пока пары альткоинов к биткоину не спустились на минимумы. В итоге они туда спустились, и рынок вышел из этого канала наверх, и потом спустился вниз под него из-за рецессии. Но биткоин оставался в этом канале, пока пары альткоинов к биткоину не ушли на минимумы. И это, я думаю, ключевой аспект этого рынка. И опять же, я думаю, что правильный взгляд – это усредняться по стратегии в зависимости от вашей чувствительности к риску. Никто не может предсказать рынок, никто не может сказать, куда он пойдет завтра. Конечно же, будут люди, которые будут просто постить как быки и люди, как будут постить как медведи. Но в итоге ни одна из сторон не получила то, чего хотела в этом году, особенно с марта. Рынок упал слегка ниже, но не сильно по сравнению с движением, которое нас туда подняло. И он также не пошел выше, не оправдывая ожидания людей, которые думали, что мы будем на 100 тысячах к этому моменту. Это то, где мы в рынке. Как я говорил ранее, я думаю, что доминация биткоина – это ключ к раскрытию секретов криптовселенной. И я знаю, что это могло быть не очевидно пару лет назад. Но на данный момент вы должны видеть, как большая часть альткоинов стекает по отношению к биткоину, особенно в отсутствии мягкой денежной политики. Я говорил вам три года назад, что к концу ралли доминации я многих из вас сделаю максималистами. Наверное, кто-то из вас стал биткоин максималистом за последние три года. Просто знайте, что в следующем году велик шанс, что доминация упадет вниз. Так работает цикл. Это не о максимализме. Это о понимании того, как работает цикл, откуда берется ликвидность, когда альткоины обгоняют биткоин. Так работает рынок.